Всем привет! Сегодня обзор тепловой воздушной пушки, компактной, портативной паяльной станции и плюс обзор простых полезных инструментов для пайки, выпаивания, радио-электродеталей в бытовых приборах и не только. Основную часть посылок я вот распаковал. Лишнее нам не надо, чтобы не удлинять видео. Итак, что же было в комплекте самой пушки? Еще не распаковано. Сама пушка плюс подставка. Под нее это не просто подставка, на ней он уходит в режим сна, специальное устройство. Короче, на ней отключается. Ну, сейчас я все подключу. Будем смотреть. Электронный блок управления. Основная тоже часть, немаловажная. Легенький. Вентиляционные отверстия. Здесь резиновые, наверное, здесь еще под ними выкручиваются болтики для разборки. Это все можно посмотреть. Кабель, евровилка, блок управления. Так, я брал комплект, какой с ней вместе. Насадки, сопла. Здесь, наверное, семь штук. С разными диаметрами отверстий. Ну, и уж мерить не буду. Тут на глаз. Самая маленькая здесь, наверное, миллиметра два с половиной три. Самая большая, ну, миллиметров десять. на любой вкус. Плюс запасной нагревательный элемент. Тут не хромина. Самая керамическая. Должен быть запасной. Сразу же сюда взял на всякий случай. Тут еще кисточка. Ну, такой комплект. Просто, что я брал еще. Из-за запасного. Плюс два хороших пинцета. Крепкие, в принципе, удобные. Разные формы. И вспомогательный инструмент еще. Для зачистки, монтажа, демонтажа. Крючочки, отверточки. Для зачистки. Так, и все. Это, что было касается пушки. Такой комплект. Комплект можно взять разный. Самый минимальный. Там три наконечника, три сопла. Мне так кажется. И вот тут этот блок, модуль управления. И шнуры. Цена вопроса. Это все недорого, если будет точно сказать. Я брал это все вместе. Вот если это где-то тысяча двести. Ну, можно, конечно, и меньше. Но если вот комплекты разные, естественно, будет дешевле. Сейчас я подключу, покажу, как эта пушка вся работает. Итак, собираем. Вот сопло. Сопло монтируется очень хорошо. Здесь специально сделаны выемки. и здесь насечка. Вставляется, поворачивается. Держится хорошо. Ну, и подсоединяем к модулю управления. К электронному блоку. Соединение достаточно надежное. Ну, и шнур питания. Так, включаем. Так, температуру. Этот F это выставляется мощность вентилятора до 10. Мы поставим 5. Это температура. Температура выставляется здесь от 100 до 480 градусов. Сейчас посмотрим, сколько максимум. 480 должно быть. Минимум 100. При 100 градусах он на подставке отключается. Нет, отключается он будет, наверное, градусов 70. Ну, сейчас всё пока. Покажу. Ну, выставим побольше. Сейчас посмотрим, как он будет всё отключаться. Ну, я, правда, уже попробовал всё. Ну, пускай будет 200. 200 температура. Вентилятор, мощность. Ну, считай, всё наполовину. Снимаем с поставки. Вот уже 200 температуру набрал. Набирает очень быстро. Проверить мне, конечно, не на чем приборов. Кладём. Это он сам себя включил с охлаждением. Для охлаждения при 100 градусах. Ниже 100 он просто не показывает. Как по паспорту 70, как градусов он встанет, он автоматически отключится. Ну, давайте другую, побольше температуру поставим. И вентилятор побольше. Ну, на восьмёрочку. Ну, 300 хоть температуру. 8, 300. Сколько до 300? Снимаем. Ну, естественно, пошустрее работает. 300. Держит постоянную температуру. Сколько зададим, столько и держим. Для монтажа, демонтажа, как говорил уже, запчастей. Хорошая, в принципе, штука. Термоусадочная плёнка. Термоусадочная трубка. Что-то можно в автомобиле. И для бытовых, ну, в принципе, не только для пайки и выпаивания каких-то электрорадиодеталей. Всё кладём. Сейчас сам себя остужает. Вентилятор даже мощнее заработал. Вот что. Сейчас, когда сам просто здесь не показывает. Нет индикации, меньше 100. Всё отключился. Выключаем. Да, я забыл сказать, даже после выключения он запоминает, какая была температура. Такую он будет набирать. Вот. 300, как видим. Даже после долгого выключения, вот до 300, уже набрал. Быстро всё набирает. Ну, кладём. Всё. Сейчас автоматически до 100 дойдёт, как уже показывали, отключится. Следующий в обзоре паяльник с регулируемой температурой от 200 до 450 градусов. Мощность 65-75 Вт. Есть же такие ещё электронное табло. Здесь есть чуть подороже, если только стоит. Я проверял, всё работает. И сменные ещё наконечники. Очень удобно, что разный профиль наконечников меняются очень, в принципе, легко. Тоже керамический нагреватель. Вот так керамический нагреватель. Так меняются наконечники. по сравнению с советской оглоблей компактная миниатюрная штука. Ну, сколько порослужит, конечно. Всё проверяется временем и в работе. Ну, и плюс ещё, да, здесь подставочка. вот я ещё не пользовался. Такая миниатюрная подпаяльник. Цена вопроса от 150 рублей. В зависимости от комплектации и модели. Так, следующее. Как дополнение. Это отдельные всё посылки уже. Флюсы для паяния. Как по отзывам, больше они, конечно, подходят кому как для выпаивания. может быть не для пайки. Со шприцами так, по идее, всё очень удобно. Монтируются вот иголочки разных диаметров на шприц. Ну, это всё понятно в принципе. И сам шприц. тоже вынимается. Сюда в принципе вставляется. Что, если только для удобства? Ну, по отзывам в принципе кому как. Ну, для бытовых нужно, я думаю, может, пойдёт для паяния. Так, что ещё? Ещё вот отдельная посылочка. Скальпель-нож. Тоже копеечная вещь. С разными насадками сменяющимися. Насадки ещё в наборе ножи. но это не только для паяния, а для что-то вырезать, отрезать. Здесь, наверное, семь штук. Но все ссылки я оставлю на все эти приспособления. Так, по идее, очень удобная штука. копеечная. Сама ручка, в принципе, и вот вставляется, зажимается тоже. Сменные. Можно, конечно, это самому сделать, какого-то материала. главная сама удобная, практичная ручка. Так, ну что ещё? Может быть, кому понадобится для монтажа. Тоже копеечная штука. Вакуумная такая присоска. Я пробовал, в принципе, это для монтажа, для демонтажа, вернее, экранов смартфонов. В принципе, держит достаточно хорошо. Вот, нагревается пушкой и постепенно выдавливается. Ну, на этом и всё. Вот, все инструменты для паяния, выпаивания, также для охоз, ну уж, подойдут. Ну, на этом до свидания. Всё интересное впереди. Ссылки будут под видео на все товары.